Война Кавказа Быть постоянно готовым к геройскому подвигу нельзя. И это какой-то миг жизни, когда ты вынужден принимать решение. Принял, шагнул вперед и оказывается ты подвиг совершил. Ты не думал об этом, когда шагал. Ты думал о другом. Но внутренняя готовность к такому шагу воспитывается в таких школах. Подвиг героев не забыть. Современные школьники знают о нем со слов учителей. Здесь есть и свой военно-патриотический клуб и отдельные уроки, посвященные духовному воспитанию. Выпускникам героям посвящен стенд на одном из школьных этажей. Работа взрослых приносит свои плоды. Нам Надежда Ивановна Орлова, которая сегодня рассказывала про них, тоже говорила на своих уроках. Мне кажется, нужно проводить такие концерты, мероприятия, чтобы дети видели это и сами осознали всю тяжесть войны и смысл. Нужно им прививать эту идею, идею того, что нужно гордиться своей родиной, нужно защищать свою страну. Доблесть и честь необходимо воспитывать с детства, уверены взрослые. Поэтому патриотическое воспитание в школе на первом месте. Я думаю, вот эта работа, она с Торицей сказывается именно на внутреннем каком-то мире человека, на внутреннем содержании, на становлении личности. Вот это мы и ожидаем какой-то результат. Ребята все выполняли свой долг. Я уже говорил, что на колени советского российского солдата никто еще никогда не ставил. В рамках празднования юбилея Победы во всех школах Самары пройдут классные часы, встречи с ветеранами, торжественные концерты и уроки мужества.